Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 452. События дня. Евангелие Тилана 5.44. А славы, которые от единого Бога не ищете? Новое что-то. За 8 марта 2017 года. Дальше я даю объявление сразу. Считай. Так. По скайпам можете выходить на меня 4.00 Москвы до 16.00. Ну не знаю. Это в какое-то время заходят, когда меня нету там дома. Дальше. О молитве. Вот я показываю. Какие ролики можно открыть. О молитве. Это где? Ну сейчас молимся мы. Это первое на форуме на нашем. Это я не беру другие ресурсы. Это наши ресурсы самые полные. В интернете я не нашел даже половину того, что у нас есть. И о молитве страница 12 на сайте. Огромный, огромный материал. Ну много лет разготовил. Тут ясное дело, что там что-то есть. Теперь запрещайте нафотографировать. Фото, видеосъемку. Вот эти вот запомните места. Потом посмотрите. Тормозните и зайдете. Жалобу. Ну на что жалуются там. Показать. Я потом уже уберу. Рекламировать надо. И вот поют тут грузины как. Второй Иерусалим, Третий Рим. Так зарядите, увидите. Есть на что посмотреть. Ну давай глянем, что-то некоторые, может быть, и такого шанса не имеют. Сейчас мы, я заряжу. А зарядить это очень просто. Сейчас. Вот я здесь сделаю так. Зайду в YouTube. Это все очень быстро делается. И запрос. И посмотреть, как это. Так, Иерусалимы, Третий. И вот он где. Как они заходят. Идет, нет? Идет. Дорогие и любимые мои друзья. До свидания. И вот. Смотрите. Георгий Гаморзандит. Какие орлы? Вот наш дорогой регент Георгий Доназа. Спасибо. Будут исполнены в начале, до лекции песнопения. Первое написано царем, бывшим Дмитрием Демной. Называется в русском переводе «Ты есть лоза». Более точный перевод «Ты есть виноградник». Написано в XII веке. Это песнопение в честь Пресвятой Богородицы. В нашей церковной традиции обычно оно поется по окончанию литургии и до выноса потира на амбон. Христос говорит, я и слаза присутствие. В русской церковной традиции мелодия Шаньхаруэнахи настолько полюбилась, что в XVIII веке в одной из версий Ижа Херувимы пелось по этой мелодии. Итак, первое песнопение Шаньхаруэнахи. Вот смотрите, как они поют. Мужчины все, но то, что плохо безбородые все. У двоих маленькая. Закрытые рты поют. Музыки нету. Это как орган. Я маленько дальше дам прослушать. Вот смотри. Ну, кто не имеет возможности. Еще один шаг сделаю вперед, чтобы могли прослушать эти грузинские. Напоминаю, тут пение на амбоне англии. Потом посмотрите, а то еще ко мне привяжутся. Он скажет, украл ролик у них. Ну, думаю, им это не во вред будет, что про них показали тут. Вот. Ну и далее, какие у меня за день были. Переписка тут. Алена С. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я готовлюсь к родам. Езжу каждыми днями в больницу, так как у меня плановая операция, и заставили все анализы пройти заново. А мой муж все ждет, когда же будем открывать посылку. Говорит, давай хотя бы сфотографируемся, а потом попросимся по скайпу поговорить. Но я его прошу, чтобы все-таки засняли видео, как и обещали. То есть книги от меня получили. У него день рождения был 3 марта у мужа. Так. Обещание не нарушим. Посылка так и не открыта. Ждет открытие при съемке. Вы извините, что я так задержалась. Стыдно даже. Спаси Христос. Мы об этом говорили уже. Впереди было. Андрей недоступ. Игнатий Тихонович, нужен ваш совет. Моего брата во Христе посетила мысль о проведении занятий в наркологических центрах. Он связался с руководством и завтра должна состояться встреча для обсуждения деталей. Он и меня повестил об этом деле. Хотелось бы от вас, как от опытного человека в этом деле, получить наставление, как подойти к этому делу. Ответьте, пожалуйста, сообщением. Игнатий Лапкин. Мне приходилось работать как раз с таким контингентом. И как мне сказали в их руководстве, что к ним уже давно приходит священник местного Покровского собора. Я не называю его. Я просто могу назвать и все. Я стараюсь не сеять там Римляна 15-20. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. После первого моего там выступления они сразу же и сказали, что больше того священника не буду приглашать. Но я решительно отказался. Они пожаловались, что священник тут приходит под градусом. с наркотиками бороться на кого наши. И я подумал, первое, Коринфянам 9-22, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. Чтобы они его не отвергли, он такой же, как они, для всех сделался всем, с пьяницами пьяница. С этими парнями трудно говорить, безвольные, привыкшие к безделью, потерявшие стыд и совесть попутно. Даю ссылку на свой материал, что на нашем сайте. Спасибо, Господи, от пьянства. На сайте, не на форуме. Вот сюда вот отойдите. Страница 152. Ссылка. Почти пять страниц. Если это погодится, то можете брать свободное для публикации. Иногда печатают для них такие маленькие брошюрки. Если у таких веры нет, то сеять зряшно. Вряд ли нужно. Они под действием других наркотиков там парятся. И бегают, достают себе зелье, прямо из больницы. Тут только в Судан или их, или в Саудовскую Аравию, или в Тунис. Там, под абажур шариата. Есть еще очень сильное дешевое лечение. Самое эффективное поркотерапия профессора Пилипенко в Новосибирске. Вот тут материалы в нашем форуме. Это советуете каждому. Почти стопроцентное излечение. И при искреннем желании остаться в живых и не свалиться в могилу преждевременно. Вот материалы где. Дальше поркотерапия. Вот где материалы. Включить надо. Так. Некоторые ролики почему-то не показываются, но название сохранилось. Можно просто в Ютубе зарядить по-русски. Заголовки не утерянные. На утерянные. На форуме. Там заголовок есть, а еще нету пусто. Много таких. Почему я так не понял. Андрей не отвечает. Андрей пишет. Вашими материалами пользуемся и делимся. Спаси Христос. Благодарю вас за исчерпывающий ответ. И у Анна пишет. Анна пишет. Спасибо большое, Игнатий Тихонович. Прояснили ситуацию. Она спрашивала, почему мы перешли в Московскую патриархию. Я отвечаю, что не прошли. Мы туда никогда не пойдем. Но теперь она говорит. Благодарю. Многое-многое лето. Здоровья вам. Спасибо за все. Сергей Игнатов. Спаси Христос всех слушателей, организаторов и вдохновителей уроков по изучению Слова Божия. Слава тебе, Господь, за то, что мы собраны тобой во имя Твое, и чтобы услышать Святое Писание и голос твоего надежного воина Игнатия Тихоновича Лапкина, которого страшатся как сектанты, так и мнимые праведники. Волки, в овечьей шкуре. Спаси Христос, братья. Смотрю, слушаю вас и радуюсь во Христе. Спаси Бога Игнатия Тихоновича за мудрое и деликатное разрешение спорных межлистно-ношностных отношений. Такой деликатности можно учиться всем. Нужно. Особенно женщинам, чтобы не возвышались своим высокомудрым над мужчинами, были их помощниками в добрых делах. Храни, Господи, всех вас. Не спашли, Боже, благодать святого отвуха Сергея Пупкова, чтобы никто не подвергал сомнению вверенные ему бразды правления воскресной школы по изучению Святой Библии. Ну, то есть, определенно, четко видно, что человек понимает, о чем говорит. Ну и дальше покажу наши ресурсы. Вот. Это первое, которое я очень люблю. Мой мир. Вот в моем мире, где я в шапке. Тут можно переписываться, все. А там, где с голубем, это контрольные, модераторы ведут. Ну и второй, большой очень, это форум. Вот он, форум. Православный наш форум. Тут много-много материалов. Всегда нужно новое сообщение вот сюда толкнуть и выйти. И если искать, что общий поиск, не по темам, общий поиск. Большой у нас очень православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Я так говорю, у нас, я говорю, каждый день просмотров бывает больше тысячи. А мне ответили из администрации не тысячу, а десять тысяч в день. Десять тысяч. Сегодня у нас просмотров пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч. Ну и вот, я даже не показал тут сегодня, то вчерашний день посещаемость была. Количество людей, которые были на форуме, семьсот семьдесят семь. Интересно, три семерки. Ну и последнее, это у нас самый большой ресурс во свете Библии сайт. Здесь можно нажать на на видеоканал выйти, на форум, везде. И вот самое ценное, то есть четыре тысячи сто двадцать четыре ответа. Разбито на пятьдесят пять названий папок. И вот мы сейчас будем как раз добавлять сюда, о чем говорим. И старообрящество, сейчас идет тема. Я его втаскиваю сюда. Маленькое это уберу, чтобы не мешалось. Хорошо. Давай. Так, вопрос две тысячи шестьсот сорок пять. Двенадцатый том, открытым оком. Говорят, что в официальной русской православной церкви есть бывшие агенты КГБ. Как эта организация использовала в своих целях старообрячество? Это задают они вопрос Олимпию. Несколько вопросов по Олимпию, их первосвятителю, митрополиту и Адриану. Ответ. Ответ Олимпии. Конечно, они пытались использовать и нас, но работали с нами по-другому, чем с патриархией. Политика была такой, старообрячество вымрет само, если так сказать, нейтрализовать его активных деятелей. Были запугивания, вызовы на ковер, а несколько своенравных священнослужителей, в кавычках своенравных, в начале 80-х годов были попросту убиты. К сожалению, ущерб отехать и потерь мы ощущаем до ныне. С этим связан еще один интересный момент. После августа 1991 года Верховный Совет России организовал комиссию по расследованию деятельности КГБ в церкви. Она тогда обнародовала много материала, но после событий октября 1993-го в новом парламенте комиссия возрождена не была. Не была. Не была. Более того, ее председатель Якунин был подвергнут гонениям, а соответствующие архивы закрыты. Отец Глеб Якунин, он сам 7 лет в якутских лагерях отбыл. Так что история старобрячества советского времени во многом продолжает быть белым пятном в новейшей истории России. Ну, отец Глеб сказал, говорит, и сектанты, и всех документы там остались и использовали, даже больше, чем православных. На это я комментирую. Если ты будешь свидетельствовать о Христе, то они прогонят тебя, не будут больше врыбовать. Говорю по собственному опыту. Деяние 5.28. Не запретили ли мы вам накрепко учить имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим мучением вашим, и хотите нанести на нас кровь того человека. Лука 5.15. Но тем более распространялась молва о нем. И великое множество народа стекалось к нему слушать и вращиваться у него от болезней своих. Вот меня было здесь в КГБ допрашивают, а я ему свидетельствую. И всех, вот я с кем не разговаривал, всех вербовали, всех, и Зою Крахмальникову, и ну кого только не было, всех. Мне даже мыслях не было, чтобы они предлагали. Нигде и никак. Потом я делал запрос, а под какой кличкой я проходил. У них там Попков был, он под именем Клоун там другой. Но у меня какая-то кличка была в разработке когда был. Мне пришла бумага с печатью КГБ. Никакой просто по вашей фамилии так и было. Ко мне было очень хорошее отношение. Так что баптисты считали, что я сотрудник КГБ. Почему? Потому что видно, как все отнимают, а вам даже Библию там разрешали. Вот у них стандарт какой мышления. И даже который он полковник потом был. Никулин Юрий Николаевич Михайлович. Он приезжал у меня книги даже брал. Покупал. Хорошо бы стать начальником большим. Кресло заиметь и секретаршу. Сразу все проблемы разрешить. И прадедушке на голову стать старше. А я секретарь напишу. Свой бы не ломать тогда хребет. На лесоповале век не надрываться. На меня никто с утра не наорет. Стоило мне шевельнуть лишь пальцем. Спроса нет за качество и сроки. Из командировок к морю не вылазить. Говорят с меня нигде нет проку. Но зато из грязи сразу в князи. Но читая Библию остыл. Столько в ней угроз на нерадивых. Поразвеялся начальнический пыл. Вырисовывается страшная картина. Что за всем не изо всех ответить перед доеговы на суде придется. Не на пользу стажму многолетней кости пережгут там на известку. Спросится когда не доплатил не облегчил не улучшил быта и не изо всех старался сил подгребал все к своему корыту. Ржавчиной золото покрылось что считал сокровищем исчезло. Суть без милости не оказавшим милость. Что за польза от двух спальных кресел. Бунт и недовольство от рабочих стон от раскулаченных крестьян. Сколько наказаний мне пророчат жест набьют по телу по костям. Хорошо что не игумен я не был в демократах и в коммунистах в крембль не рвался. Не святой маньяк должность только как кошмар приснится. Вот это определенное четко я взял для себя. Дальше это у меня здесь уже заранее заготовлено очень удобно пользоваться. Вопрос 2693 12 том открытым оком. Современное общество практически ничего не знает о старобрядцах. при том что когда-то говоря строго мы все были ими. Если бы старобрядцы сами о себе активнее заявляли возможно все было по-другому. Это корреспондент спрашивает берет интервью у митрополита Андриана Старобрядческого. Или Олимпия. Кавычки открыты. Ответ я бы разделил ответ на две части. После гонений начавшихся в 17 веке и продолжавшихся с коротким перерывом перед революцией почти 300 лет наша церковь умолилась как бы сохлась. Главная причина в том что мир все больше отступает от Христа. Происходит то что мы зовем обмерщением. Соответственно церковь все более сжимается. Но мы открыты для всех. Что касается политической составляющей то конечно здесь ситуация во многом зависит от предстоятеля. И мое понимание в этом вопросе отличается от понимания моего предшественника. Предшественника окончания не заглатывать. Я считаю что у нас должно быть более близкое и свободное общение с государственными руководителями разных рангов с благонамеренными деятелями в различных направлениях общественной жизни в том числе и культурных и деловых и коммерческих. Я думаю что нам и что нам и контакты с иноверцами вреда причинить не могут. напротив способны смягчить взаимные проблемы и претензии. Тяжело осознавать что у нас складывается представление как о закрытых подозрительных даже о темных людях. Здесь все таки не наша вина а тех кто желал чтобы мы вообще исчезли. Крем этот Игнатий Лапкин. Наивная душа если ближе познакомятся люди со старобрядцами то они найдут там залежи и нетронутые терриконы злобы и дикой ненависти к любому инакомыслию и особенно к Библии переводы Библии синодальному. Выходит что капитан не знает своего корабля и своей команды и потому он обречен или примет условия и правила жития своей паства. 350 лет староверы понимают жизнь так как понимал ее Олимпий а не Адриан вот так И Адриан этот внезапно умер крестный ход был и он умер прям вскоре Иеремия 15 в Кремле царь Алексей Михайлович и патриарх Никон провозгласили начало книжной справы исправления ошибок в богослужебных книгах которая разделила русских хуже всяких войн и нашествий С тех пор и по сей день староверов или старобрядцев представляют закрытой и крайне консервативной религиозной группой В феврале на соборе в Москве был избран новый предстоятель старобрядцев Вместо усопшего в канун Нового года митрополита Олимпия занял митрополит Андриан Это я объясняю чтобы люди знали откуда есть Он какой-то такой передовой был и самый молодой считался у них за все время какое было Вот так Вопрос 2692 12-й том открытый МОК Есть ли старобрядцы во власти? Ответ Таких данных у нас нет Правда иногда мы узнаем что имели своего в кавычках человека наверху но такое происходит только после того как он уже распрощался с властью Вот например бывший начальник охраны первого президента России Александр Васильевич Коржаков Он построил прекрасный храм в своей родной деревне где всю жизнь и жила и сохраняла старую веру его мать Гнать и Лапкин Определение своих и чужих очень у многих происходит не потому верен ли ты сам Господу и Его закону и верен ли тот кого считаешь своим для нас для нас должно быть совершенно безразлично как лично к нам относится человек но любит ли он Христа и Библию если человек верен Господу то мы с ним в одном стаде у Ягова Иоанна 10-16 Есть у меня и другие овцы которые не из сего двора и тех надлежит мне привезти и они услышат голос мой и будет одно стадо и один пастырь Вот так Дальше Вопрос 2660 12-й том открытым оком Закон о веротерпимости подарил старобрядцам 12 лет свободы 1905-й по 1917 Каковы с позиции наших дней значения и последствия этого события Ему вопрос какой задают этот человек смотри как много знает Адриан отвечает Митрополит старобрядческий Ответ Те 12 лет называют Золотым веком старобрядчество Это был короткий но очень плодотворный период нашего духовного развития просветительской и образовательной деятельности и той информационной открытости к которой мы теперь опять стремимся Наше время в известной степени напоминает Золотой век по возможностям которые предоставлены старобрядцам и мы надеемся что сможем использовать их для подобного рывка чтобы хоть отчасти восполнить упущенные возможности и понесенные потери Мы хотели бы видеть сегодняшнее Рогожское кладбище подлинным духовным центром русского древнеправославия Но если после 1905 года у нас открылся старобрядческий институт сейчас наши планы скромнее Мы намереваемся открыть в Рогожском поселке семинарию Игнатий Лапкин Мои комментарии на это кавычки закрыты Не в те благословенные 12 лет не сегодня когда прошло уже около 15 лет свободы старобрядцы так и не коснулись самого главного возврата к апостольскому служению богослужению на русском языке проповеди повсеместной не старобрячества а живого евангельского благовестия Деяния 8.4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово Достаточно иметь теплое помещение и там можно уже иметь высшие курсы если будет апостольское учение Институты можно оставить более мирским людям пусть они изучают теологию мировые религии пусть сдают экзамены и сессии Но если не будет дана благодать слову истины не будет ревности на проповедь Евангелия то никакие университеты не дадут ничего и напротив рыбака исполненного Духа Святого ты будешь просто напротив рыбака напротив рыбака напротив рыбака себе поставить ты будешь щурка неотесанная хотя и дипломированная и с мировым именем Деяние 19.9 Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом то он оставив их отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана Вот и все не принимают священник отдельно дома собирайте все училище Старобрячество это наивысший беспредел снобизма и высокомерия тупого и темного это я отвечаю Библию не смогли провести саммин за 350 лет а перевод синодальный зазирают и потому народ в египетской тьме погибает злобясь на живое слово Евангелие 2 Тимофей 3.8 все противятся истине люди развращенные умом невежды в вере далее то что думаю пишу и говорю делаю стараюсь и потею если в сердце не овца берег то тогда вся жизнь моя копейка для чего же дулся насаждался если вечность не перейдет пусть даже вдвуперстно в гробе пальцы пусть даже и труп мой вдавит в мед что польза на суде последним если все не ради еговы если в колеснице конь мой бледный сам на благовестие не подкован размышляю днем в ночные стражи трепетно листаю свой дневник не переиначить если захотел бы даже не переиздать рожденных книг нам ревизия никак не помешает все перетрясти пересмотреть что наварено со злобой вылить в шайку рукописям злым в костре гореть и не пожалеть что столько там труда бог благословит навысив новый хлеб по селам слать по городам вера во христа всему основа с высоты нептищего полета буду ли свой путь обозревать там греху тянулся как теленок там дымилась вспыхнувши кровать но переиначил все спаситель выдернул из гроба мертвеца стал пропагандист распространитель библии прошлое пытаясь наверстать дел не шуточных с утра не в проворот на молитве план верстаю на день дождь разлив вододом напрет со христом с любой бедой сладим даю комментарии вижу что отвечает совершенно не так не о том говорится вопрос 2659 12 том открытым оком наша жизнь сейчас полна знамений реальных или кажущихся таких как пожар манежа чудесно сохранившаяся в нем икона спасителя разбитый колокол подаренный путиным и тому подобное как вы относитесь к подобным явлениям ответ каждому времени даны свои знамения современный мир во многом соответствует евангельскому описанию последних времен восстанет народ на народ и царство на царство будут большие землетрясения по местам и глады и моры и ужасные явления и великие знамения с неба многие придут под именем моим и будут говорить я Христос и многих прельстят и многие лжепророки восстанут и прельстят многих печально участь прельщенных мы молим всемогущего бога чтобы он дал нам разума и силы не поддаваться ложным увлечениям когда мы слышим что явилось чудо в том или ином месте это не значит что мы не верим в чудесное наоборот мы ощущаем во всем чудесное присутствие Божие а нашу сдержанность и настороженность в этом вопросе можно объяснить как раз опасения оказаться прельщенными а тогда еще мой ответ Геннадий Лапкин 1 Корейфинам 1.22.25 ибо иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн а для еленов безумие для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость потому что не мудрое Божие премудрое человеком и немощное Божие сильнее человеков Лука 13.3 Нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнете Матфея 24.24 ибо восстанут лжи Христы и лжи пророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных дальше в субботе родительское столько внимания как храму спешат с узелками старушки нигде так активно попы не шаманят как царстве теней позарез они нужны родители многих погибли в войну а память тревожит как их обижали так просто сегодня загладить вину к безбожно прожившим подать свою жалость суют беспризорным и пьяным блины и просят родных помянуть огонь потушить бы хоть капли слюны наставить ушедших на истинный путь и столько здесь басен и сон сновидений как каша кутя помогла в преисподней а главное батюшкам деньги и деньги так было 2000 лет до сегодня бряцают или бряцают бряцают оттады ключами попы как будто тюремщики в камерах смертных скрывает заочно могилы гробы толпа некромантов лютуют усердно но библия слово творца и владыки вещает что участь решает при жизни напрасно богач надрывается в крики на память приводит вожди коммунизма там пропасть от света и рая желаний ее перейти не дано безрассудны ни к ним ни обратно не будет посланий припомнят гулянки свои по минутам кто жертву христа воспринял добровольно и в церкви трудился и ревностным был их слово живое приправлено солью несут улыбаясь иисусу снопы суббота покой для души возрожденной и каждый судим за дела свои будет народ в панихидах увязший темный кадила дымит бьет звонарь словно в бубен ну ну как доходит доходит бьет словно в бубен давай ну как шаман в бубен да ну конечно вопрос 2672 12 открытым оком как старобрядцы отнеслись к прославлению последних романовых в сонме мучеников ответ отвечает митрополит Адриан старобрядческий император Николай II старобрядцы это вообще большая тема например мало кто знает что в его личной охране служило много казаков старобрядцев но это в частности главное же он первым провозгласил в России свободу вероисповедания имея ввиду его манифест об укреплении начал веротерпимости 17 апреля 1905 года столетнюю годовщину которого мы готовимся отметить этот день не забываем в истории старобрядчества на Пасху 1905 года со святых алтарей многих старобрядческих храмов были сняты печати наложены за полвека до того чтобы прекратить совершение литургии в старобрядческой церкви и век спустя мы благодарны царю за это его деяние которое не будет забыто и Богу это первое что нужно отметить второе это канонизация Николая мы не можем касаться вопроса его православлений так как он не принадлежал к нашей древнеправославной старобрядческой церкви но мы знаем конечно что в самой московской патриархии были разные мнения была дискуссия которая даже выливалась на страницы газет в нее мы не вмешивались тогда не считаем корректным вмешиваться и сейчас Игнатий Лапкин любая канонизация есть предвосхищение суда Божия чего и Егова не давал никому откровение 1.18 и живой и был мертв и все жив во веки веков аминь и имея ключи от ада и смерти ада и смерти у него Христа к чему вы решаете Исайя 55.8.9 мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои говорит Господь но как небо выше земли так пути мои выше пути ваших и мысли мои выше мысли ваших вот мой ответ какой и слово Божие конкретно четко и ясно вопрос 2664 12.12 открытым оком патриарх Алексий II когда его спросили об отношениях со старообрядцами назвал их братскими и развивающимися как вы эти отношения расцениваете ответ развития особого я к сожалению не вижу поэтому назвал бы отношения с РПЦ скорее добрососедскими но чувствуем среди рядового духовеста патриархии растущих нам интерес процесс идет в этом направлении с их стороны без каких-то наших предварительных действий таким особенностям нашей церковности как двуперстие трехпогружательное крещение унисонное знаменное пение древнерусские каноны иконописи или иконы они сейчас относятся более сочувственно чем прежде понимая что это не формальная сторона а вещи ключевые и глубинные вот какие вещи глубинные это древнерусские каноны иконы двуперстия и дальше комментарии Игнатия Лапкина патриарх отвечает как ревностный ученик Дейла Карнеги и Андриан как истовый старовер который выложил все чем богат тем рад поверьте что если бы у Андриана было еще что-то более ключевое глубинное то он бы не скрыл он же честный и хочет спасения своему телу и душе в это ключевое глубинное не вошла ни Библия ни рождение свыше которое только и может довести до истинного крещения Андриан же понимает что спасение в правильном погружении и без истинной веры это только усугубляет положение грешника Андриан ни слова не говорит о служении на понятном языке и тут он ключ разумения не получит и от патриархии и буду только глубже погружаться в темноту полуверы и полусуеверия 1 Коринфянам 1.17 ибо Христос послал меня не крестить а благовествовать не в премудрости слова чтобы не упразднить креста Христова стих нас не устраивает многое подчас приходится подстраиваться гнуться не говорить а попросту пищать а у неверующих с матушкой по-русски то есть матеряться да не по-нашему выходят развороты не так как думалось в 17-м мечталось по ведам и по жизни ставят пробки то бесноватый фюрер то сживодерный Сталин вот так бы и гадал на перепути какую партию каких вождей избрать когда б в Ямаус не пристал попутчик заговорил с укором словно брат горело сердце веря каждой фразе а он доказывал по Библии так внятно что захотелось удлинить все праздник побольше высева и медь на наших грядках слова бесспорные душа воспринимала на сердце аромат и свет не здешний он нам доказывал в пророчествах псалмами что только Иисус спасает грешных трапеза скудная обычно за столом на нам казалось будто мы пируем все так все как-то выглядело под другим углом Давид в душе уже затрунул струны наш хлеб не свежий гость нам преломил мы охнули упали на колени но он невидим стал как я себя корил хозяинок оказался невежда и на хлебник объехал обошел с той вестью сколько мог благовествуй искренним и просто любопытным как за столом трапезничал со мной как-то бог с тех пор голодным не был но постоянно сытый мой Иисус воскресший из запертой пещеры как думаю не раз беседовал со мною и видел как мне кажется во мне большую веру но если плод желанный об этом сердце ноет такой разговор простой ну и все как есть давай а вопрос 2665 12 том открытый моком кто начал преследование старобрядцев светская власть или духовенство это корреспондент задает Адриану кавычки открыты ответ при Алексея Михайлович начался жестокий искусственный отбор принимаешь новый обряд значит ты свой выяснялось это по внешним признакам по двуперстью по произнесению Иисусовой молитвы кстати многие не знают что древняя ее форма Господи Иисусе Христе Сыне Божий дальше это что помилуй мя грешного а что тут то же самое да на соборе 1666 67 годов была отменена на исповеди священники начали спрашивать не исповедуешь ли в этой молитве Ихриста Сыном Божьим всех кто осмелился воспротивиться генеральной линии стали подвергать пыткам преследованиям делали это царские воеводы и чиновники так например государевы войска в течение 10 лет осаждали святую соловецкую обитель а после ее штурма почти вся братья и прочие насильники монастыря числом более 500 человек были подвергнуты жестокой казни всех убили впрочем понятно что идеологически заказ на эти преследования поддерживался официальной церковью 500 монахов было и всех казнили со своей же Игнатий Лавкин комментарии секта это узость взгляда на истину но старобрячество поражено данным видом сексанства более официальной церкви если ты к ним зашел и не так пальцы сложил то тебя и обзовут и выгонят мне пришлось за 42 года миссионерской работы побывать во многих сектах проповедую им подтверждая с полной ответственностью что нет более злобной более нетерпимой более невосприимчивой к евангельской проповеди среды как именно старобряческая и из всех самой нетерпимой является именно белокреницкая при том это почти везде так страшный снобизм приглупейший совершенно незнание Библии не веряя слову Божию и во всем узость взгляда мстительность и лживое злоречие их и преследовать не нужно они сами себя преследуют борьба за указку за правильность своего личного взгляда будь то икона или антихрист Галата 5.15 если же друг друга угрызаете и съедаете берегитесь чтобы вы не были истреблены друг другом переписано за все благодарить за все за все что жжет и допекает пусть это знает юный старик когда свободный и когда в капкане пусть бедность многодетная не плачет и не завидует обжорству соседа из лебеды от лебедя калачик к нам докатился и совместно съедень махровым веером обида распушилась в уход к благодарности затянут озлоблением прорвемся с аллилуйей до вершины и водрузим рассветший жезл зеленый нам сколько б не подсунула нужда неблагодарности заплесневелых корок с умиротворения будем ожидать к нам обещал прийти спаситель скоро при благодарности незримый аромат не только изо рта но и из деяний дух просветленный сыплет из-за крома для внуков для потомков не для пьяных пусть знают мы не ропотом давились среди разброда вакханалий жутких в нужде нешуточная нас прикрывала милость нас с юмором дружили мы с юмором дружили с чистой шуткой с благодарением закрывали дверь где нам отказано осмейны в догонку но нет запрета в будущем и впредь при лучших временах нажать к ним кнопку глобализация в очи не гонит безвыходностью сравнивает с пылью отдан охрап неистовые кони но избавление жене в родлинных крыльях маршрут земле бог выписал давно и нечего зря злиться трепыхаться не переборщись елеем не повреди вино несут пророчества последней охапкой ты понимаешь что считаешь да редко последнее пророчество это понятно все идет уже одно за другим исполняется и ничего не хотят понять дальше вопрос 2653 12-й том открытым оком как старобрядцам удается передавать веру детям ведь их мир влечет с удвоенной силой ответ мы сами когда были детьми испытывали как магнит как манит влечет себе этот мир сад полный запретных плодов трудно устоять современные дети не привыкли к ограничениям особенно чувствуется притяжение со стороны современной техники плеера телевизора компьютера наши дети живут в этом мире ходят в обычные школы где нельзя избежать этого влияния но мы в меру своих сил стараемся их предупредить об опасности стараемся их с детства приобщать к церкви тихому предстанию еще для спасения конечно многое зависит от личных качеств человека но много и от семьи почитание родителей библейская заповедь это важная часть воспитания Игнатий Лапкин Андреану нужно походить к сектантам и поучиться как они работают с детьми ребенка нужно не с церковью только знакомить но в первую очередь со Христом с Библией и помочь ему приблизиться к совершенству родиться свыше и жить по святым евангельским заповедям по любви а не потому что зачем-то нужно молиться стоять длинные непонятные богослужения зачем это нужно плоскому человеку Иоанна 3.7 не удивляйся тому что я сказал тебе должно родиться свыше 1 Иоанна 5.4.18 Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир и вся есть победа победившая мир вера ваша мы знаем что всякий рожденный от Бога не грешит рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему стих столько паразитов развелось на моей сторожевой собаке может это и прибавит злость отбивать от недругого таки таки мы поникнем от клещей блох насобиравший по сектам будто мумия останки от мощей к смерти приближаемся нередко вывести кровососущих трудно ей самой и деткам не под силу по рецептам развожу в посуде добавляю мыло с керосином и теперь свободная я от мрази ластится полезной быть может тот не может быть почему тут тут никак местами нельзя переться быть может где ты видел может быть и теперь свободная от мрази ластится полезной может быть тот не видит дебилимо без мази сам давно быть может паразит столько разного понатащили в храм что высасывает силы из народа польза чего нет ни на грамм и здорового там делают уродом слове божьем прямые указания ноги благовестием осветить место первое священному писанию кто посмел духовно оскопить черные монашеские тучи высосали лучшее в Египте тысячами сразу и поштучно мумиями за стенами гибли за стенами гибли православие давно наладан дышит тянутся к паломнике к святыням замурованные наглухо не слышат согласились с частью сущастью скотины после исповеди снова за грехи столько паразитов предрассудков я ли не кричу о том совсем охрип проповедовать готов в любое время суток я называю это проповеди в стихах а не просто проповеди я же не поэт никакой вопрос 2693 12 том открытым оком современное общество практически ничего не знает о старобрядцах при том что когда-то говоря строгим мы все были ими если бы старобрядцы это мы читали кажется или что-то такое было активнее заявляли возможно было другому ну да а как-то это повторение да получается ну да где оно вот это где не знаю нет это читали только что прочитали да ну а какое это повторение может вот это ладно я его и стать не буду открываю другое надо было вытащить его тоже с папкой надо было я вытащу вопрос 2689 12 том а общие святые у вас к споствующей церковью есть ответ Сергий Радонежский Кирилл твойных букв до реформы не существовало газета белозерские святые благоверные князья Борис и Глеб все древнерусские дороскольные святые но есть и современные примеры когда старообрядческие святые равно почитаются новообрядцами здесь я бы вспомнил Аркадия и Константина Шамарских чудотворцев они жили в пустыньке в нескольких километрах от станции Шамары под Екатеринбургом эти два старообрядческих священа инока пали от руки душегуба и позже Господь прославил место их подвига и упокоения различными чудесами за телесным и духовным исцелением идут к их могиле все и наши и не ваши и не наши Игнатий Лапкин сам ответ просился чтобы указать на библейские герои веры как указывал апостол Павел но нет но нет снова все уперлось в намертво человеческие канонизации в человеческие православления в человеческие предвзятости евреям 11-32 и что еще скажу достает мне времени чтобы повествовать о Гедеоне о Вараке о Самсоне о Иефае о Давиде Самуиле и других пророках евреям 13-7 поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово Божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их вере их вот это вот их никак не произнос четко и все вере их заглатывайте слова филиппийцам 3-17 подражайте братьям мне и смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас вот видишь как это у нас мы его насчитали уже теперь еще одну возьмем вопрос 2678 12-й том открытым оком значит заявление некоторых архиерей в РПЦ о том что процесс объединения уже начался преувеличены ответ и преувеличены и поспешены все русские люди которые чувствуют что русская нация является расколотой самой себе нацией желали бы увращивания тараны но излишняя поспешность может тут только повредить для того чтобы только начать разговор о сближении необходимо выполнить множество предварительных условий начать можно хотя бы с того чтобы повсеместно ввести в практику РПЦ трехпогружательное крещение аминь без этого разговор вообще невозможен по канонам дороскольной русской церкви человек крещенный поливанием или окроплением считается вообще не крещенным Игнатий ничего не придумывает иначе говоря не христианинам это условие необходимо но для новообрядческой церкви трудно выполнимо думаю пока можно остановиться на этом вот так Игнатий Лапкин комментарий почему Андриан ни слова не говорит о длительной катехизации о благовестии о рождении свыше нигде ни разу ответ может быть только один он сам не пережил личную встречу с Господом и потому говорит все от ума от того с чем соприкасается что на виду но корень всего неуверования отсутствие личной встречи с Господом Христом этого он не знает и ни разу и нигде даже не помянул крещение еще не конец а начало пути выполнить правильное погружение на это нужно времени несколько минут а попы патриархийные не могут этого сделать потому что жадны на деньги без таланы на благовестие и злобны при слышании истины даже на выгодное дело нельзя идти с богопротивниками ибо золото утонет 2 паралипоменон 20 36 37 и соединился с ним чтобы построить корабли для отправления фарсис и построили они корабли в Ецеонгавере и извлек тогда Елиезер сын Додавый из Мореши пророчество на Иосафата говоря так как ты вступил в общение сахозе ее то разрушил Господь дело твое и разбились корабли и не могли идти в фарсис вот как знать с кем-то иметь дело с патриархийными чекистами опасно они в любой момент кинут тебя Сираха 8 19 не заводи ссоры со вспышевым и не проходи с ним через пустыню потому что кровь как ничто в глазах его и где нет помощи он поразит тебя вопрос 2677 12 том открытым оком ежегодно в страстную субботу в Иерусалиме на гробе Господне происходит чудесное схождение огня его как святыню развозят по всем православным церквам как вы относитесь к этому явлению ответ неоднозначно Бог совершает чудо по вере а не по расписанию этот вопрос в начале 20 века поднимался и в новобряческой и в греческой церквах так что мы в своих сомнениях не одиноки вообще сегодня как там стало модно к месту не к месту обсуждать всякие чудеса и знамения так например о миротечении своих икон рассказывают и новобряцы и католики и даже члены богородичного центра подобным знамением надо относиться с великой осторожностью Игнатий Лапкин 1 Коринфянам 1.22.25 ибо и иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн а для елена безумие для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость потому что не мудрое Божие премудрое человеков и не мощное Божие сильнее человеков Матфея 12.39 но он сказал в ответ род лукавый прелюбодийный ищет знамение и знамение не дастся ему кроме знамения ионы пророка на поиске чудес дьявол захватит свои сети верующих ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамение чудеса чтобы прелестить если возможно и избранных откровение 13.13 и творит великие знамения так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми я ничего не отвечаю просто места писания показываю как это выглядит чтобы понятно было вопрос 2679 12-й том открытым оком многие рассматривают старообрядчество как замкнутую субэтническую группу дескать старообрядцам можно только родиться открыта ли сейчас русско-православная старообрядческая церковь для людей ищущих истинной веры но не потомственных старообрядцев ответ митрополит старообрядчески отвечает говорит существует тенденция признавать в старообрядчестве только этно-религиозную группу но мы ощущаем себя вселенской церковью хранящей истину православия для всего человечества нас не очень смущает относительная малоизвестность и малочисленность старообрядчества в конце концов господь наш не напрасно говорил о малом стаде и узком пути главное для нас сохранить верность и претерпеть до конца все кому с нами по этому пути находят в нашей церкви свое место среди старообрядцев всегда были люди которые приняли древнее православие в результате поисков истинной веры но таких конечно в прежние гонительные времена было немного другое дело день сегодняшний мы видим как господь на развалинах воинствующего атеизма заново буквально из камней создает сынов Авраама и мы приемлем их с братской любовью стараясь сделать нашу церковь более открытой чем это было прежде ведь это основное условие развития церковной жизни наше коренное и потомственное старообрядчество после разрушения традиционной русской деревни после ликвидации целых классов населения во время гражданской войны а также коллективизации раскулачивания и расказачивания сегодня уже не может воспроизводить себя к сожалению не в каждом приходе мы можем наблюдать жизненно важную для нас открытость приходится сталкиваться с настороженным критическим чрезмерно строгим отношением к вновь приходящим и это становится для многих новых старообрядчестве людей непреодолимым препятствием в этих приходах о которых мы говорим мало молодежи жизнь общины находится словно под спудом приход постепенно движется к своему концу завтрашний день старообрядчества принадлежит тем общинам которые становятся в своем селе или городе центром притяжения людей и в первую очередь молодежи слава богу таких приходов у нас немало Игнатий Лапкин нигде ни слова Андрея не говорит что господь берет судить по слову своему а не по вымыслам человеческим которым и полно старообрядчества Иоанна 12.48 отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово которое я говорил оно будет судить его последний день Иоанна 5.39 и следуйте писания ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне Матфея 22.29 И Иисус сказал им в ответ заблуждайтесь не зная писаний ни силы Божьи 1 Тимофея 4.16 вникай в себя и в учение занимайся с ним постоянно ибо так поступай и себя спасешь и слушаешь их тебя то есть ни словом Божьим привлекает ничем а кто-то искал что-то а что он искал Иисус Новин 1.8 да не отходится книга закона от уст твоих но повышайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешно в путях твоих и будешь поступать благоразумно так это мы еще один вопросик возьмем забираем до часа последний вопрос 2661 12 том открытый моком среди православных уже много лет распространен призыв к отказу от ИНН и прочих кавычках печати антихриста вы разделяете такое настроение ответ Андриан отвечает старобрядческий митрополит этот призыв нас тоже коснулся неоднократно из новобрядческой церкви к нам приходили разного звания люди и говорили мы боремся с антихристом а вы старобрядцы почему молчите у нас были созданы две комиссии одна критически относилась к ИНН члены другой не видели в нем особой беды по результатам докладов этих двух комиссий наш собор рассмотрел весь круг вопросов и уже в 2001 году была выбрана концепция выработана выработана концепция соборно определено что ИНН это еще одно средство контроля государства за человеком мы считаем что штрих-коды ИНН и прочие явления этого ряда не являются непосредственно печатью антихриста но являются предвестием его прихода которого не избежать приятия или неприятия этих внешних признаков собор доверил совести каждого христианина по совету его духовного отца это священно начале патриархии так и отвечает абсолютно правильно но вопрос об ИНН затрагивает не только эскатологические глубины но и простую нравственность человеческую есть какая-то нечестность в том что христианин оставаясь в обществе и пользуясь его благами отказывается от ИНН и не платит налогов если человек хочет скрыться от этих признаков антихристово пришествия то мне кажется выход только один удалиться из мира но таких людей которые все бросают не так уж много встречаются в основном любители бороться без ущерба для себя хорошо сказано отвечаю иначе Лапкин благо старобряцам что среди них есть вот такой эрудированный и по-духовному рассуждающий человек как Андриан и что он оказался наверху их служебной лестницы но я не дальше говорю но сумеют ли они его уберечь или затрут и изничтожат и главное совсем скоро и он исчез боюсь за него и жалко его ему нужно было бы срочно сохранить без повреждения таких как Симеон Дурасов и искать подобных ему а слышно что уже и Дурасов опустили под доски Галилео что он будто бы отрекся от написанного им Морфей 24.3 когда же сидел он на горе Елеонской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия в кончины века откровение 13.16.18 и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его 666 стихотворение как много в поисках обещанной страны где волк с ягненком лижется по-братски то к беловоде тянутся то в дебри сатаны на описание счастья не жалея красных все перепуталось у мужика в башке и спорят до смерти кому живется лучше сверчку известно на своем шестке а кулик на куличах на камышовой кучке дороги к храму тянет попадя Я сейчас выключаю.